Всем огромный привет, дорогие друзья! Смотрите, какое колье я сплела из бисера и бусин. В основе такого колье лежит петербургская цепочка. Это такая универсальная цепочка, которая имеет массу вариантов разных сплетений. Вот одно из них сейчас вы видите на экране. Итак, здесь я использовала чешский бисер двух цветов, розовый и красный, и плюс еще круглые бусинки 6 мм. Можно, конечно, вместо них использовать капли. Бусины, капли сюда очень красиво лягут. Если они у вас будут, конечно, используйте капельки. Но у меня их не было, поэтому по цвету я подобрала вот такие круглые бусинки. Итак, смотрите, я плела такое V-образное колье. Спереди у меня здесь как бы на удлинение идут вот эти вот линии. Сзади я сплела на 5 линий, допустим, заднюю часть. Потом начала я их удлинять на одну длину, на один бисер. И в итоге получилось такое вот V-образное колье спереди. Можно этого не делать, можно плести просто круглые. Просто продолжаете, допустим, плести у меня вот на 5 бисера здесь. Можно вот так продолжить. Или же наоборот пошире сделать и его. В общем, на ваше усмотрение. Вот это плетение. Итак, давайте приступим, кому интересно. Для плетения я использовала вот такие материалы. Бисер чешский, десятый, двух цветов, плюс еще бусинки 6 мм. Вот плела я на нити. Давайте начнем. Для начала берем, значит, один бисер. И делаем из него заглушку. Несколько раз по нему проходим. Как бы его укрепляем. Мы уже много раз плели петербургскую цепочку. Поэтому кто плел, тот знает. Может быть, это плетение будет такое для начинающих. Дальше набираем 3 красных бисера и 2 розовых. Вот так набрали. Спустили до заглушки. И проходим через 2 красных бисера. Вот таким образом. Вот у нас плетение складывается пополам. Вот что получается. Теперь мы берем 1 красный бисер. Это у нас будет такая заглушка с этой стороны. Вот рабочая нить. Уходим обратно в эту же линию и проходим через 3 бисера. Вот. Прошли. Дальше мы берем 1 розовый бисер. С этой стороны будем ставить заглушку из розового бисера. Вот у нас вот так плетение было. И уходим в 2 розовых. Вот что у нас получается. Дальше мы набираем 1 розовый, 1 красный и 2 розовых. Спустили. И проходим через розовый и красный. Опять у нас плетение складывается пополам. Набор вернее. Дальше мы набираем 1 красный бисер и уходим через 3 бисера по этой же линии. Вот. Набираем 1 розовый и проходим через 2 розовых бисера. Вот такое плетение. Здесь у меня кайма со всех сторон. Если вы обратили внимание, видите, у меня со всех сторон красная кайма. Посередине розовый набор. Поэтому у нас вот разные немножко наборы будут идти. В принципе, можно плести только одним цветом. Тогда заморачиваться вообще не нужно будет. Вот. Что тоже возможно. Вот. Опять то же самое набрали. Спустили. Проходим через розовый и красный. Дальше набираем для заглушки 1 красный бисер. И по этой линии уходим через 3 бисера. С этой стороны мы набираем розовый в качестве заглушки и уходим в 2 розовых. Вот. Видите, уже вид на цепочку. Вот так плетем до необходимой длины. У меня задняя часть на 5 линий. Вот. Давайте я вам как раз вот это и покажу. А на увеличение, когда идем, просто набираем каждый раз на 1 ряд больше. Вот. Набираем 1 розовый и идем сюда. Вот. Когда здесь у нас 1, 2, 3, 4 вершины, вот такие вот, это пятый. Ну, в общем, если вот так по рядам считать, 1, 2, 3, 4, вот это пятый ряд, то есть последний ряд. Здесь мы немножко по-другому набираем. 1 красный и 2 розовых. Ой, нет, наоборот. 1 розовый и 2 красных. Вот так. Набираем. И здесь мы уже сразу откидываем вот этот красный и уходим через всю линию, вот через второй бисер идем и так до конца. Вот и все. Вот. Так как у меня плетенка, я ухожу сюда. В общем, кто как прячет в конце нити, я делаю это очень просто. Вот так немножечко петляю, отрезаю. Причем этот хвостик тоже. И просто подпаливаю концы. Так как плетенка, она плавится. И образуется там узелок, комочек. И никто никуда не девается. Вот получается вот такой один элемент у нас. Вот. Сейчас мы будем плести другой элемент. Так, я просто подпаливаю конец нити. Ну, делаю там узелок. Вот. Беру вот эту деталь. И прохожу через всю вот эту линию сверху, да? Вот так. И выхожу. Вот там мешается мне. Вот этот узелок. Сейчас. Так, вышли из вот этого бисера. Набираем три красных и два розовых. Спускаем. Проходим через два красных бисера. Вот так вот у нас складывается пополам плетение. Набираем один красный. Проходим по этой линии через три бисера. А вот в середине мы как раз вот таким образом их соединяем. Проходим. Здесь не набираем отдельно розовый бисер. Проходим вот через розовый предыдущего ряда плетения. И уходим через эти два бисера. И у нас в итоге получается деталь соединяется. Видите? Вот так. Дальше мы набираем один розовый, один красный и два розовых. Ну, точно так же, как мы плели предыдущие детали. Так, дальше мы вот так вот проходим. У нас соединение плетения складывается. Дальше набираем один красный и уходим через три бисера. Вот так. Вот. А с этой стороны мы соединяемся. Смотрите, вот через вот этот бисер проходим. И через вот эти два бисера. И натягиваем хорошо. Видите? Получается соединение. Вот так идем мы до конца, до низу. Дальше точно так же набираем розовый, красный, два розовых. Ну, это все то же самое. Просто я вот показала место соединения. Причем соединяться мы будем не только в середине, но и дальше покажу, как. Ну, ничего сложного, в принципе, нет. Вот у меня чуть рыхло тут получилось. Надо очень туго плести. Ну, и здесь соединяемся. Вот через розовый. Главное тут ряды не перепутать. Вот. И натянули. Вот видите, как аккуратно это все получается. Ну, давайте это я до конца покажу. Один раппорт. Вот. Тем более надо показать, как я вставляла бусинки. Так. Складываем пополам. С этой стороны одна красная бисеринка. Проходим через три. Так. Здесь соединяемся. Я, в принципе, вот так вот сразу это делала. Видите? Вот. Так как это у нас последний, здесь мы набираем один розовый и два красных. Вот. Так. Откидываем красный и проходим через красный и через три розовых. Четвертый мы не заходим. Вот так только. Так. Сейчас проходим с этой стороны через три розовых и через один красный. Вот так. И будем вставлять бусинку. Натянули. Так. Набираем один красный бисер, одну бусинку и один красный бисер. Вот так. И проходим с обратной стороны через красный бисер. Вот в заглушку не заходим. Вот так вот. Вот. Вот так. Дальше уходим с этой стороны опять через эти четыре бисера. Мы там уже проходили. Потом через бисер и бусинку проходим. Я делала просто кайму красную. Видите, вот тут. Вот это место будем делать сейчас. Для этого набираем пять красных бисера. Так. Три, четыре, пять. Вот пять красных бисера. Один откидываем. Проходим через четвертый. Натягивая. Дальше набираем три красных бисера. Но здесь количество может быть и другое в зависимости от вашей бусинки. Так. Сейчас проходим через бусинку. Бисер. Вот у нас такая получается здесь кайма. Вот. Сейчас поднимаемся по этой же линии. Ну, в общем, прячем конец. Это уже кто как делает. Я опять же вот несколько петляю, отрезаю и подпаливаю. Получается у нас вот такой элемент. Вот. Из таких элементов состоит плетение. Дальше. Смотрите. Я сплела половинку еще одну. Сейчас хочу показать, как я соединяла. Здесь придется соединять и там, и тут. Вот. Как обычно, мы здесь вот присоединяемся сюда. Я вот точно так же сюда, через вершину вот эту выхожу. Вот так. Понятно, да? И здесь мы набираем, значит, три красных, два розовых бисера. Вот. Делаем разворот через два. Вот. И смотрите. Сейчас нам нужно будет соединяться. И через эту деталь, смотрите, я вместо заглушки беру вот этот бисер и ухожу через три бисера точно так же. Вот мы соединились здесь. А с этой стороны вы уже знаете как. Через розовые здесь проходим и уходим через вот эти два розовых бисера. Понятно, да? И там, и тут соединились. Дальше мы набираем, как обычно, один розовый, один красный и два розовых. Вот. Делаем поворот на них. Вот. И сейчас у нас следующая заглушка. Видите, здесь мы проходим. Так. И проходим через три бисера в эту сторону. Натянули хорошо. Ну, середину вы уже знаете, как делать. Вот так. Можно сразу. Как приловчитесь, вы будете вот так вот сразу это делать. Видите, как это все соединяется? Очень просто. Ну, давайте еще один элемент просто покажу. Так, один розовый, один красный и два розовых бисера набрали. Вот так. Вот так. Через два. Делаем разворот. Так. Теперь соединяемся здесь. и уходим через три бисера сюда. вот здесь соединяемся, вот так петляем туда-сюда. Немножко муторно может показаться, но это совсем не так. Вот таким образом я соединяла в четырех местах. Дальше будете плести без соединения. Вот у нас раз, два, три. Четвертый будет следующий. Вот давайте его соединим. Так. Причем, знаете, когда вы приловчитесь, вы вот так сделаете и сразу сюда войдете. Это тоже возможно. Это быстрее. Видите, я уже туда присоединилась и ухожу обратно. Можно это прямо сразу сделать, не поэтапно. И с этой стороны точно так же вот сюда вошли. И через два розовых бисера. Вот. Понятно, да? Дальше у нас тут как бы уже все. И здесь все. Не нужно сюда прикрепляться. Так как не нужно, это делаем мы вот так. Один розовый, два красных. Вот так набрали. Здесь мы уже не закрепляемся. И уходим вот в эту линию через три бисера. Вот. Ушли, да? Все. Эти концы у нас не соединяются. И все. Сейчас уже сюда нужно вставлять вот бусинку. Уходим сюда, вставляем бусинку. Дальше уже показывать не буду. Просто показала, как это все соединяется. Вот. Дальше. Если вы хотите тоже вообразное вот такое сделать, значит, вот у меня эти на пять, которые мы плели вместе, да? Вот такая длина, да? Я тут не стала заканчивать. После пяти, значит, просто на одну штуку бисера делаете длиннее. Вот здесь, видите, у меня четыре розовых в середине. Дальше пять розовых, шесть, семь. Просто начинаем удлинять их. И потом на убавление идем опять. Получается вот такая вообразная форма. Ничего сложного в этом нет. Здесь тоже в четырех местах только закрепляем. Остальные вот так вот отдельно идут. Иначе вы просто, ну, не будет это ложиться хорошо, если вы все будете закреплять. Вот. И получается такое красивое колье. Очень нарядное, яркое. Можно, кстати, вот каждый ряд плести разного цвета. Тоже будет интересно смотреться, да? Не вот такой каймой, а, может быть, вот такими как бы линиями. Ну, в общем, всякое тут можно придумать. Разное. Ну, все, девочки, видео затянулось. Я на этом заканчиваю. Всем желаю удачных, красивых работ. Всех благодарю за просмотры. И до следующего видео. Пока-пока.